И всем привет, ребят, с вами с вами Ваня, и с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видео посвящен игровой тематике. Сегодня у нас на обзоре будет старый гром, добренький, с вакуумными снарядами. Сегодня поиграем на нем, давно у нас его не было, но и есть изменения небольшие в самой пушке. Они связаны с как раз таки дальностью максимального и минимального поражения, что тот, что тот параметр у грома сейчас стал увеличенный. В моменте мне казалось, что на громе с вакуумкой как раз таки этот параметр может ее очень неплохо улучшить, если вы как раз таки на более большом расстоянии будете наносить больше урон. Поэтому посмотрим, как это все дело повлияло на вакуумку, насколько она стала актуальна и нагибает ли она до сих пор, потому что я уже на протяжении довольно длительного периода времени на ней не играю. Ну и заодно посмотрим, как себя проявит вообще наше замечательное сочетание и новый обновленный гром. Но если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот замечательный канал, ну и конечно же не забывайте нажимать на колокольчик, дам не пропускать новые видеоролики. Также у нас прямо сейчас проходит розыгрыш на 2 миллиона кристаллов, на 300 тысяч танкоинов по моему личному тегу, который можно установить в настройках игры. Устанавливаете его, тимпшечку, дальше оформляете покупку в магазине, ну и заполняете форму, которая есть в описании. Так, ну она закидывает на TDM очко, на карту простора. Наша задача на вакуумке, конечно же, играть от стеночек, либо от земли, ну и стараться наносить как можно больше урона по противнику. Что касаемо резистов, то от грома по сей день берут довольно большое количество резов, но я бы сказал, что это не особо большая проблема, потому что гром с вакуумкой даже против большого количества резистов наносит очень и очень солидные цифры по урону. Единственное, что нам может здесь помешать, это то, что нас будет уничтожать противник, да, и тогда нам лучше подстроиться по возможности одеть более актуальные резисты. Можно было бы, конечно, выкатить и ареса грома дефолтного, да, без никаких, так сказать, изменений в этом плане, но я захотел сегодня взять что-то не совсем дефолтное для меня, то, на чем я, наверное, в последнее время особо много не катал, поэтому решил взять именно викинга грома с кризисом. Так, что касаемо позиции, то пока что у нас позиционка не совсем хорошая, наверное, но на этой карте тяжело что-то здесь придумать по позиции. Можно, конечно, заехать наверх сюда к противнику и постараться оттуда покидать урон. Так, у меня криты залетают, очень неплохие на громе. Так, здесь у нас никого нету. Ну и давайте попробуем заехать тогда наверх, попробуем покидать урон отсюда, откуда-нибудь противника выдавить, по крайней мере, с этих важных стратегических позиций. Ну и попробовать покидать урон вот под таким ребятам, которые стоят у нас сверху. Ну и самим, конечно, ох, хотел сказать, не пустить противника наверх, но как я могу не пустить хоппера, который вжимает в меня овердрайв? Правильно, никак. Так, ну и у нас сейчас еще будет овердрайв совсем скоро, попробуем его тоже реализовать и посмотрим, что у нас с этим делом будет происходить. Также в последнее время я сталкивался с вопросами о том, играл ли ты на вакуумке, не кажется ли тебе, что ее занерфили скрыто. Я, ну вот как раз-таки на ней-то особо много в последнее время не катал, но исходя из того, что я вижу прямо сейчас, я могу сказать, что она в полном порядке. Да, и все так же ее можно неплохо ре-ли-зо-вы-вать. 12 килов у меня уже есть, пробуем подняться сюда наверх, миночку в подъем аптечки. О, у меня аптечки нету, аптечка-то дроповая есть. Аптечку дроповую, конечно же, мы здесь забираем. Тесла пытается по нам накидывать урон. Так, ну и здесь еще молот противный в упоре, которому, к сожалению, ну против резиста я ничего сделать не могу. Да, он меня здесь спокойно перестреливает, переигрывает, и я благополучно ухожу на рез. 13 килов у нас пока что имеется. Один реализованный овердрайв. Пока, конечно, мало, но будем стараться больше здесь что-то показывать. От как раз-таки стенок, от сплэша карный урон у нас так и залетает с этой замечательной пушки. Так, ну и по резисту я думаю, что мы давайте уже возьмем рез от молота и возьмем резист от гауса, который только что у меня прилетел. Ну и резист от самого себя, понятное дело, что мы оставляем. Менять его мы не собираемся. В этом нет никакого абсолютно смысла, когда вы играете как раз-таки на громе, тем более с вакуумными снарядами. Так, что касаемо позиции. Я в очередной раз приезжаю туда же, где я стоял до этого. Так, хочу попасть в стеночку. Хочу попасть в стеночку, но у меня никак не получается попасть в нее. Вот, наконец-то я попал. Спустя 4 выстрела по стене. От стенок, конечно, урон максимальный проходит. И как раз-таки, если от этих стенок отыгрывать, то на постоянной основе можно противника здесь контролировать и уничтожать. Так, магнум. Тоже неплохую тычку мне дает. Я, наверное, здесь аккуратненько через низ открываться буду теперь. В верхний поеду. Попробую здесь снизу урон покидать. Ну и не сказать, что чувствуется, да, то, что у нас дальность поражения стала лучше. То есть, что у нас там какие-то цифры дополнительные прибавились. Потому что у вакуумки и так крит хороший, да. Если крит проходит, то вы просто, вне зависимости от расстояния, наносите по 3000 дамага с кризисом. И это, по сути, ваншот как раз-таки среднего танка, если он находится без ДАшки. Поэтому, в принципе, наверное, есть какой-то дополнительный плюс, минимальный. Но я бы сказал, что он особо сильно не чувствуется. 20 киллов у меня, 420 очков. 80 киллов наша команда уже сделала. Здесь, кстати, в этой катке лучше было бы реализовывать не грома с вакуумкой, а грома на дальность. Потому что здесь есть как раз-таки расстояния, которые нужны этому устройству. И, в принципе, возможности реализации этого устройства на этой карте присутствуют очень и очень неплохие. Вот это, кстати, молодой человек. Когда меня начинает выпушивать, у меня шансов его слить в упоре вообще нет. Просто нет. Он меня спокойно переигрывает со своим резистом. Ну и это, наверное, то, чего раньше молот сделать не мог. Сейчас он это может реализовать. Но это, как говорится, до поры до времени. Если я его тяну на расстояние, либо тяну от стенок, то всё так же легко мы можем его разбирать. Так, вот такой вот овердрайв прожимаю. Не знаю, насколько он актуальный. Насколько я из него максимум килов выжму. Два килла, да, получается? Два киллочка я всего лишь выжил. Ну и плюс ещё пару граммов выдал по этому харьку, который очень противный, который очень сильно мне хочет помешать на постоянной основе. Вот такую позицию пока что займём. Постараемся отсюда чуть-чуть покидать пенки в этой ситуации найти тяжело. В которых можно было бы кинуть урон по вот этому хоре молоту. Но ладно, пойдёт. 100 киллов у нас. 27 у меня имеется. В принципе, если, наверное, в такой катке дотянуть до 40, было бы уже неплохо. При том, что это у нас довольно быстрая ТДМ-катка. Ну и тогда мы, думаю, что сыграем ещё один боёчек вместе с вами. Сейчас посмотрим, как быстро нам ещё понадобится времени, дабы доиграть этот бой. Да, но со сплашом всё в порядке. Сплаш всё так же эффективно работает на грамме с вакуумкой. Всё так же от него можно играть и постоянно наносить большое количество урона. Если сравнить количество набитых очков моей команды противника и моё, то, в принципе, здесь всё видно и всё понятно. Что гром с вакуумкой всё так же хорошо себя показывает. Также есть возможность игры вот через своих тиммейтов. Например, да, можно накидывать урон по прямую по своему тиммейту. Ну, если, конечно, кто-то там на сплаше стоит, тогда это работает. Спасатель у нас на Викинге. Боже ты мой. До сих пор игроки спасателей используют. А ведь совсем скоро это будет новое устройство. На спасателях. И что тогда у нас будет? Ох, я не знаю, если честно. Так, 20 киллов остаётся нам до конца. 20 киллов. Внизу под стенкой стоит типочек. Отлично, его тоже разбираем. Ах, и под шофта я подставился. Всё-таки я думал, что там подставляла бы и не будет. Но под него всё-таки я открылся. Успею ли я накопить ещё один овердрайв? Скорее всего, наверное, таки нет. Остаётся 15 киллов до конца. Опять стоит у нас здесь молодой человек. Ну вот, от стенок, от стенок шикарный урон проходит. Просто шикарный. То есть от стенок всё так же эффективно, мега жёстко, круто. От вот подъёмчиков каких-то можно наносить урон. Да, но если противник лезет, например, в упор, то крайне тяжело что-либо сделать ему. Так, мины спадают. Этого мы забираем без ДДшки. Ну и в очередной раз Хорёк просто в меня въезжает. Ещё и мину мне ставит. Сливаем его. 33 килла у меня. За 10 минут в такой катке. Ну, наверное, это средний результат. Да, то есть я бы не сказал, что это супермного. Но я бы и не сказал, что это мало. Да, то есть для такой катки это, в принципе, вполне себе закономерный и неплохой результатик. И мы получаем 3600 кристаллов, 700 очков. 3600 это с досрочкой, без повышенных фондов. То есть я бы где-то здесь около 8 очки получил бы. Повышенными фондами за 10 минут. В принципе, наверное, это неплохой результат. Ну, давайте сыграем ещё одну катку. Я думаю, что по режиму мы останемся в ТДМ. Попробуем сегодня поработать именно по ТДМке. Да и вообще, в принципе, в последнее время я довольно часто начал играть в этом режиме. Потому что есть сейчас комбинация очень сильная по ТДМ в виде Крусейдера Молота с как раз-таки штурмовой кассетой. Поэтому я и так ТДМочку довольно часто ободрю. Поэтому попробуем сейчас тут же тоже реализацию сделать. Так. Собираем, что у нас тут по заданкам. Турм доставить флаги. Поменяем одну заданку. Может быть, что-то выполним. Сегодня у меня ещё и недельные новые появились. Уже тоже их выполнил. Тоже забрать это всё дело. Так. Ну и почему-то меня до сих пор не бросает. Не бросает меня в бой. Надеюсь, что меня сейчас закинет. У меня есть там ещё Рэгби. Рэгби. Ну ладно, Рэгби. Может быть, потом. Выполним на каком-нибудь другом вооружении. Закинет ли меня в катку? Вот в чём вопрос. По идее-то я только что закончил ТДМку. По идее, должно было бы новую создавать после окончания. После того, как закончилась первая катка. Ну-то меня бросать хочет. Пробуем перепик сделать. Вообще, по идее, меня может и вниз кинуть по званию. Там тоже реализацию можно какую-то интересную показать. Там, конечно, всё попроще будет. Но всё равно вакуумные снаряды есть вакуумные снаряды. Флэш урон-то супер большой. За счёт него-то можно очень неплохо работать. И уничтожать противника. Но почему-то меня не хочет бросать в катку. Не хочет мне закидывать матчмейкинг. Ладно, тогда кидаю. Пикаю быстрый бой. Пикаем быстрый бой. Ну и быстрый бой быстро находит. На то он и быстрый. Чтобы быстро всё находилось. Так. Главное, чтобы сейчас была какая-нибудь не супер здоровая карта. Которая мне не подошла бы. Ох. Штурм за атаку. Штурм за атаку на Викинга Громя. Ну, на таком вооружении штурм за атаку не катал. И ещё. Ну, поэтому попробуем. Давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Карта не самая удачная. Но попытка, как говорится, не пытка. Поэтому попробуем. Посмотрим, что у нас из этого всего получится. Главное, чтобы наши тиммейты вообще начинали двигаться по карте. Но я так смотрю, что ни один из моих тиммейтов не везёт даже флаг. Ни один из тиммейтов даже не играет на подбор флага. Они во что играют вообще? В ТДМ? Они в ТДМ-ку играют. Нормальная тема. Штурм за атаку. Ой-ой-ой, какую я себе плюшку сейчас дал сильную. В ТДМ-ку играть неплохо. Даже, наверное, думаю, что можно было бы здесь взять Кипериона, наверное. Ладно, сейчас попробуем, посмотрим. Если наши тиммейты тащить начнут, тогда Гром с вакуумкой начнёт свою работу показывать. Вот игроки приезжают к ним на базу, да, но без подбора флага. Зачем они приезжают? Они не понимают, во что они играют или как? Я вот не могу этого понять немножечко. Как они... Как они играют в эту игру? Так, ну мы вторую доставочку уже оформляем. Контентовую после доставочки можно сразу и на урончик перейти. На накидочку устного урона. Как раз противник начинает кучковаться. В принципе, на вакуумке можно в этом режиме наносить большое количество урона. Противник как раз-таки кучкуется и открывается под вас. Так, кто-то ещё доставочку оформил из наших тиммейтов. Это очень хорошо. Наши тиммейты начали тоже тащить. Меня это не может не радовать. Когда тиммейты начинают тоже привозку какую-то показывать. Ну вот и 3000 урона крит. Это, конечно, то, что прям мега-жёсткое для вакуумных снарядов. Ещё одну доставку оформляем. Тиммейт, к сожалению, доставку сделать не смог. Четыре доставки есть. У меня сейчас овердрайв. Попробуем сразу овердрайв сжать с ДАшки. Если в этом будет необходимость. Посмотрим сейчас тиммейты. Тиммейты, в принципе, всё распушили. Тут особо-то и противников на точке нету. Только вот шафта выстрел прилетает. Довольно смачный. Ну и Хантер овердрайв добавляет. Так. Ну у нас какая-то вот реализация викинга грома получается на доставке. По ощущениям. Можно, конечно, здесь и на киллы сыграть. Было бы. Да, но я всё-таки хочу выиграть катку. Чтобы мы не просто здесь покатались и в ТДМ-ку поиграли. А чтобы у нас ещё и победа была. Но вот такой вот овердрайв смело можно прожимать. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ничего себе, молодой ты человек. Тоже хотел не кисло так разыграть. Но мы свои киллы дали. Доставку оформили. Шикарно, шикарно. Супер. Вакуумка в этом плане себя тоже очень неплохо может показать. И реализовать. Так, Тесла пытается дотянуться до меня. Прячемся немножко. Пытаемся ещё чуть-чуть пожить. Покидать урончик от стены. Ну и 9 киллов у меня. По доставкам всё пока что выглядит очень неплохо. Мы уже 9 флагов доставили. Наконец-то наши тиммейты тоже начали возить. Может быть это их был такой план Капкан, что противник не выходил. Быстро не доставлять. А может быть просто игроки не совсем понимают в какой режим они играют. Есть такой тоже моментичек. Иногда он появляется. Так, что касаемо доставочки. Доставочки. Нет, всё-таки меня здесь подстопил. Рикошет вроде как. И доставить я не смог. 30% овердрайва у меня. Оверка падает у противника на базе. Поэтому скорее всего мне не удастся её забрать. Но зато есть возможность. Наши тиммейты сейчас накидают урона. Неплохо там. У Титана купол стоит. Оп, спадает куполочек. Идеально просто. Просто идеальный тайминг. В 4 танка сюда. Контактик на ДАшке. Тихонечко доставочку оформляем. Боже. Вот так вот. Вот так вот. На вакуумке. Очень смачно можно давать контенту. Очень смачно. Вот так вот под куполочком ребятки встали. Хоп. Купол пропал. И сразу просто в голову такая плюшка смачная залетает. Особенно когда там... Хотя даже мне кажется даже если резисты есть там ничего особо сильно не меняется. Там со сплэша довольно большое количество урона залетает. Так. Оп. Титанчик купол ставит. Хороший купол. Кстати на отстрел чисто. Чисто на отстрел. Сейчас постоим. Постреляем. Противников. Поуничтожаем. Как раз у меня 92% овердрайва. И на верочку поедем под конец этого оудика. Купольного. Ага. Сосуля. Ну вот это я немножко не ожидал. Это я немножечко не ожидал. Что такой поворот событий может произойти. Так. Ну зато овердрайв я набил. Противники должны сейчас играть под голд. По идее. Да. Как и дефолтные игроки матчмейкинга нет. Не играют. Не играют. Один там только был под голдом. Кафт целится. Кафт хочет все. Меня выцелить по ощущениям. Да. Ну вообще любого. Проезжающего. Мне бы... Не хотелось бы под него подставляться. Потом можно было бы сразу... О. Вот теперь можно и овердрайвик нажать. Хорошо. Титанчика быстренько с упорчика. Оп-оп-оп. Оп. Раскуриваем. Раскуриваем. Раскуриваем громчика. Хорошо. Пошла движуха. Так. И доставочку. Ах. И доставочка почти залетела. Но вот киллы хорошо очень пошли. Очень хорошо. Вот там вот в моменте, когда типы так кучкуются. Овердрайв реализуется прям мега великолепно. Так. Но нам нужны еще и доставки. Противник вот сейчас очень неплохо играет под вакуумку. Прям как надо. Прям как надо. Игроки играют. Так вот подставляются прям. Прям на куче стоят. Новятся. Прям ну вот. Прям супер. Прям супер. Чего бы у меня овердрайвы копились бы побыстрее на викинге. Реализация была бы еще бы лучше. Но противник играет так, потому что он проигрывает. И ему сейчас надо как раз таки на точке кучковаться. И пытаться дефить. А наши тиммейты будут овердрайвы напряжемать? Вот если бы сейчас эта вика рельса была в жалобе свой овер. То может быть бы. Получилась бы даже доставочка какая-то у нас. Отличный выстрел на два танка. И быстро на нитре. Залеталова. Хорошо. 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 Шикарно. Четыре доставки нам остается до победы. Надеюсь, что мы эту катку не проиграем. Надеюсь, что победка у нас здесь залетела. Аплодисменты у нас здесь залетит. Так. Давайте вот такую вот сейчас движуху попробуем взводрить. Оп-оп. Оп-оп. Так. Стоялова. Ага. Понял. Здесь, конечно, бесшансово. Здесь бесшансовый хантер овердрайв прожал. Я уже ничего сделать не смог. Так. Ну, у меня 60% овердрайва. По-хорошему бы, чтобы наш какой-нибудь тиммейт бы еще доставочку сделал. Либо я бы сделал еще бы пару доставок. Чтобы мы потом могли уже реализацию вкусную показать. Пытаюсь накидывать. Накидывать. Хороший. Там еще сплэш летит. Так. Рикошета. Дальность большая какая-то стала. Тоже там что-то происходило с этой дальностью. Опа. Титана купол ставит. Гарный купол был бы, если бы... О, хантер. Оверку. Хорош. Четко. Четко достает. Но у нас уже плохие дела все, ребяточки. У нас уже очень плохие дела. Арез может быть оудик. Ага. Оудик может все-таки нажмет. Все-таки нажать ему овердрайв. Не. Не хочет. Я не понимаю, почему у нас тиммейты стоят все с оверками. И все стоят и смотрят. Вместо того, чтобы просто кинуть овердрайв под доставку. Они почему-то стоят и смотрят. Но я так... Прям... О, кидает. Кидает овердрайв в тот самый момент, когда я ухожу на респ. Здесь рельса, конечно, неприятная прилетела. Я резист от рельсы как раз-таки снял. Да, залетела очень смачная. Так, у меня овердрайв появляется. Тиммейт летит в доставку. Но доставку он там не оформляет. Рельса, 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 рельса. Рельсу наш обслили. Обследует рельсу. Я ее сам слил. Отлично. Сливаем. Вот теперь можно и прожимать овердрайв. Теперь можно уже и оудик жать. А там Вика Гром. А там и Хантер. Боже, сколько овердрайвов. Вы чего, ребята? Куда вы столько оверок жмете? Ну, это бесшансовое получается. Это бесшансовое. Ребятки, дефит очень неплохо. Но у нас столько овердрайвов есть у тиммейтов. Почему они не прожимают? Возьми, нажми Титан Купол. Подъедь к ним к респу и нажми в овердрайв. У Викинга есть овердрайв. Вот Викинг бы сейчас раздал. Вот, Титан Купол. Это уже неплохо. А Реса Шар летит в доставку. О, игра под шар. Вот, вот она реализация. Вот. Вот это уже. Только ищу Хантер Овердрайв дополнительный откуда-то появляется. Но это была хотя бы попытка неплохая под доставку. Это уже было неплохо. Так, Васпик хочет подбирать флаг. Но, извини, родной. Ну что, я попробую сам. Может быть, у меня что-то здесь получится. Просто в нагляк лечу. Лечу в нагляк. А в нагляк залететь не получилось. К сожалению. Наши тиммейты! Вот они, отцы игры! Ну ладно, один хотя бы доставку делать. Я уже думал, две доставки будет. Но одну хотя бы сделали. Так вот, это неприятно. Минус упал. Можно было бы тоже еще одну доставочку здесь организовать. Три флага нам. Очень плотная рубочка под конец. Очень плотная рубочка под конец. Еще Овердрайв падает на базе у противника. Диктатор играет агрессивно. Я влетаю. Просто влеталовую делаю. Да-да. Нет-нет. Как говорится. Но нет. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Титан ставит еще один купол. Только это уже другой Титан. Другой купол. Так. Если там... Опа. Викинг Овердрайв прожимает. А вот это может быть Контактичек. А может быть Контактик. А я играю. А я играю. А я играю. А я играю. А я не играю. Боже. Что там с оглушениями у них? Я не могу понять. Одни оглушения какие-то. Офигеть. Меня уносят на оглушениях. Васпику бы бомбочку бы туда заехать бы прожать. Если бы я сам был бы на Васпи, тоже было бы в моменте бы очень неплохо. Давай Васпи. Давай Васпи. Давай, 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 давай. Родной. Давай, давай. Бомбу, 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 бомбу. Хорошая. Хорошая. Шикарно. Играем аккуратно под нее. Есть Контактик. Васпик просто решает момент. Но нам надо еще две доставки. Нам надо еще две доставки. Хантер летит. Доставочку. Есть Контактик. Есть Контактик. Есть Контактик. Сюда. Так, еще ластовую, 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 ластовую. А теперь мы просто на мужчину едем. Просто на мужчину. Просто на мужчину. Даже не смотрю, что происходит. Ага, понял. Понял, понял. Так, 10 киллов осталось. Не слиться. Най, не слиться, надо, не слиться, надо Глупо не слиться, только Опа, Шарелла полетела в доставочку Ой-ой-ой, хорошая, хорошая Играть под нее теперь, ой, диктатор овердрайв Разберет, габела Габела, Шарелла-то была очень неплохая Но меня сливают 4 кила До конца Дважды я слился Там, где это не нужно было Так, Шарелла еще одна летит Под нашего тиммейта, успеет ли Она, походу, в землю летит, не? Не, не в землю, 2 кила 2 кила, 2 кила Жить, 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 жить Лететь, лететь, лететь Порхать Хантруйди, сука Как я промазал Вернее, не заметил, боже ты мой Ба, ну это было супер потное, конечно Даже в такой катке Тыщенку на этом Викинга Громе Я выжил, но, к сожалению Мы вместе с вами проиграли Но бой был очень и очень Неплохой В целом, что я могу сказать по Викинга Грому Это все так же актуальное Хорошее устройство Да, резистов от Грома Крайне много Если сравнивать, например С той же С Макой С тем же Страйкером Да То от этих пушек резистов нет А по сути урон они плюс-минус Ну, наверное, такой же наносят Понятное дело, что вакуумка пожестче будет Но против резистов уже какие-то проблемки Начинают появляться Но, но, но Все так же ее можно эффективно использовать И можно ее эффективно реализовывать Поэтому с такими обновлениями Когда у нас увеличивается дальность поражения Понятное дело, что пушки становятся лучше Ну и, соответственно Те самые имбовые устройства на эти пушки Тоже выглядят поинтереснее Поэтому Вакуумку все так же можно Неплохо и вкусно реализовать Пишите, что вы думаете по поводу Грома с вакуумкой Играете вы по сей день на нем Либо считаете, что он уже вышел из меты Поддержите данный видос лайком Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Ну и не забывайте про розыгрыш На 20 Ой, на 30 тысяч танкоинов И на 2 миллиона кристаллов По моему личному тегу Здесь на строчках ИР Устанавливаете Тимпашечку Дальше оформляете покупочку Ну и в настройках заполняете форму И участвуйте в этом Замечайте там розыгрыше У меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok